Девушки отдыхают На какое-то сумасшедшее мероприятие Мить, привет! Привет! Куда едем? Слушай, я еду на день рождения к своему крестнику Ему исполняется сегодня два года Сколько у тебя крестников вообще? Ты знаешь, у меня пока трое, но я не хочу останавливаться Серьезно? Мне нравится, я вошел во вкус Да? Здорово! Ты приехал, как ты сказал, еще на концерт Да, конечно Куда? Ну вот сейчас мы с тобой мчим к моему крестнику А после я побуду буквально полчаса Часок и поеду в торгово-развлекательный центр И буду там развлекать всех гостей Это открытый концерт, абсолютно бесплатный Для всех тех, кто хочет его посетить Супер! Ну вот я знаю, что Айрат У него какая-то информация есть Про бесплатный То, что у вас есть еще программа Которая посвящена 70-летию Победы С песнями о войне Ты знаешь Ты знаешь о бесплатных концертах Я что хочу сказать Действительно, к 70-летию Победы в прошлом году Мы с моими музыкантами сделали живой концерт Песни «Весны, любви и победы» Мы выбрали около 20 военных песен Самых разных Практически все из них известны И перепели на собственный манер У меня был абсолютно свободный вход Мы договорились с музеем Великой Отечественной войны на Поклонной горе Пригласили туда ветеранов войны, инвалидов, многодетные семьи Я могу сказать, что я бы с удовольствием поехал с этой программой по нашей стране По русскоязычным городам, странам, весям СНГ, за границей И с удовольствием бы показал эту программу И обращаюсь всегда, при каждом удобном случае Обращаюсь к организаторам и прокатчикам И говорю о том, что, пожалуйста, привозите нашу программу Почему? Потому что это легко вдвойне Я выступаю бесплатно Мне гонорар в этом случае не нужен Нужно лишь оплатить музыкантов и оплатить технический райдер Сейчас как начнут звонить Пускай, мы приедем с удовольствием Так что это очень правильный вопрос Спасибо Здорово, физическая форма Смотришь на фотографии, думаешь, боже Занимаешься? Я тебе скажу, наверное, потому что Я ничейный муж И у меня больше времени А во-вторых, в связи с тем, что я... То есть ты хочешь сказать, я абуза для своего супруга Ему некогда заниматься? Нет, ты подспорь Ты посмотри на себя, ты подспорь Проблема не в этом, наверное, просто Когда человек женится, я знаю по себе То сразу набирает вес Я как и женился, стал сразу тяжелее Килограмм на 10 Конечно, потому что у вас есть Бешбармак И чпочмак И потом вот этот хворост с медом Как он называется, я не помню Чак-чак Чак-чак Чак-чак, совершенно верно Вот Давайте из Новосибирска когда уехал Мне было 24 года Но я сначала уехал, когда мне было 20 Прожил год за границей, потом вернулся Я закончил медицинский институт Медицинский? Я закончил медицинский институт Да То есть роды сможешь принять с лечения? Ты знаешь, вот, кстати, редкая была оценка У меня пятерка по акушерству и гинекологии Конечно, уже все забыл сто раз Но есть такой анекдот Когда спрашивают у мужчин Скажите, мужчина, вы гинеколог, знаете, да? Нет, я не знаю, мне уже просто Скажите, пожалуйста, мужчина, а вы же гинеколог? Он говорит, вы знаете, не гинеколог, но посмотреть могу Вот так вот Отлично И пару слов уфимской публики Которая тебя всегда здесь ждет, любит У тебя здесь, можно сказать, уже родственники Да, у меня здесь родственники Слушайте, ну, приятно оказываться в таком большом красивом городе У меня фантастический вид из окна У меня вид на монумент Салавату Елаеву И прям это такое Это так воодушевляет его подвиги и прочее И я сегодня прочитал в Википедии, что ему было 20 лет В общем, суть в том, что жить нужно сейчас, здесь И торопитесь жить И если вы считаете, что вы слишком молоды Или слишком преклонны Все это ерунда Почему? Потому что возраст, все это предрассудки Надо жить сегодня и сейчас